Учебник английского языка 7 класса Афанасьева Михеева, юнит 1, упражнение номер 16, упражнение 21. В группе британских учеников, можно сказать и студентов, можно и учениками переводить, которых мы встретили летом, были некоторые, которые хотели знать больше о русских школах. Попробуйте ответить на некоторые из их вопросов. Первый вопрос. Насколько большая типичная русская школа? Так, давайте отвечать. Так, я думаю, не очень долго это все будем. Не очень объемные ответы, то есть насколько большие. Хотя нет, наверное, придется ответить. А, нет, я просто думала отдельно написать про... Ну, бывают же школы в больших городах, да, бывают в селах. Ну, ладно, давайте среднюю. Ну, вот просто возьмем среднюю. Так, давай, даже так. Usually has two or three floors. Два или три этажа, да, в типичной русской школе. Так, и что же еще такого? It is usually... Какое оно у нас обычно? It is usually... Так, может быть, цвет ее, но цвета очень разные бывают. Так, ладно, не будем написать, потому что тут, конечно, мы в среднем даже ничего так я и не придумаю. Давайте так. There is... Часто есть спортивная площадка. Near the school building. А вот теперь думаю, вроде как у нас всегда, да, есть школьные площадки, хоть какие спортивные, я имею в виду, спортивные площадки. Давайте always я написала одна. There is always a sports ground near the school building. То есть возле школьного здания всегда есть спортивная площадка. Ладно, может быть, иногда отсутствует, а может быть, в сельских школах. Ну, среднестатистическая обычно ее имеет. Номер два. Do you wear a uniform at your school? As for me. Что касается меня. I... Так, ношу или не ношу? I wear... Давайте так, я ношу. A uniform. Если вы не носите, конечно, пишите, что нет. Это I don't wear a uniform at my school. It is... Давайте уточним. It is a black skirt. Это черная юбка. Смотрите, для мальчиков пишите trousers. Э уберете, да, тогда пишите. It is black trousers and a white... Для девочек. Блауз. Для мальчиков. Ой, стоп, white. Надеюсь, вы это списываете не в конце бездумно, потому что будет не очень красиво. And a white blouse. И для мальчиков shirt. Рубашка. Думаю, этого хватит. Номер три. How many school holidays do you have each year? Сколько школьных каникул вы имеете каждый год? А, кстати, по-разному бывает, правильно? Некоторые школы сейчас перешли там на семестры. Кстати, тогда аккуратнее делайте, как у вас. Я пишу, как обычно. We have four school holidays each year. Давайте я уточню. Summer holidays. Autumn holidays. Winter holidays. And spring holidays. У нас четыре школьных каникулы. О, боже, как сказать. Мы имеем школьные каникулы в количестве четырех штук. Пусть так будет каждый год. Летние каникулы, осенние каникулы, зимние каникулы и весенние каникулы. Номер четыре. How long is your school day? Насколько длится твой школьный день, если так. How long? Это насколько длинен. Но он так некрасиво звучит. Итак. I usually have... Так, это у нас седьмой класс, да? У вас уже сколько? Шесть или семь уроков, я так думаю. Six or seven lessons. Так. I usually have six or seven lessons a day. Each lesson. Каждый урок lasts for... Кстати, тоже по-разному, да? Сколько длятся они? У некоторых сорок, у некоторых сорок пять. Бывает и тридцать пять. Там какие-то сокращенные дни. Тридцать минут. То есть... Each lesson lasts for... Forty minutes. Я напишу сорок. Вы смотрите по себе. Сколько у вас? I usually have... Так, это мы написали. Шесть или семь уроков в день. Каждый урок длится примерно, да? На протяжении сорока минут. I usually... Я обычно... Finish. Заканчиваю. My school day at... Two... Давайте в два, наверное. At two p.m. Я обычно заканчиваю мой школьный день в два часа дня. Да, пи-эм этот день. Номер пять. Must all the pupils learn a foreign language? Должны все ученики учить иностранный язык? Ну, насколько я знаю, должны, да? Хоть один, но должны. Номер шесть. Давайте так, все-таки. As far as I know. Полезные фразы, которые желательно знать, насколько я знаю. All the pupils in Russia, все ученики в России, must, должны, learn a foreign language. По-моему, исключений нет. Должны учить все. Номер шесть. What are the teachers like in Russia? Are they strict? Какие учителя в России? Не путайте слово like. Это не всегда нравится, потому что некоторые видят like, и все прям нравится учитель или нет. Здесь имеется в виду их характеристика, скажем так. Строгие ли они? Ну, давайте скажем так. The teachers in Russia are different. Они разные, да? То есть не отличаются. They can be strict. Они могут быть строгие. And they can be very kind. И они могут быть очень добрыми. Так, следующий be. Подумайте. Что вы можете сказать британскому подростку про ваш класс и про вашу школу? Вы можете использовать эти идеи. Ну, и вот еще целый список. Так, смотрите. У каждого школа разная. Поэтому я в этом видео пишу просто, как это можно сделать. Ни в коем случае не списывайте, как у меня дословно. Потому что учитель знает, какая у вас школа. И увидит, что у вас списано. Так что я пишу для примера. Но вы, если что, переделываете под свою школу все, что я напишу. Итак, be. Первое. You and your classmates. Ты и твои одноклассники. If you are good friends, what you like to do together? Хорошие ли вы друзья? Что вы любите делать вместе? Окей. Итак, my classmates are very friendly. Мои одноклассники очень дружелюбные. We are good friends. Я пишу все в очень позитивном ключе, как вы поняли. Мы хорошие друзья. И что мы любим делать вместе? We like to... Что же мы любим? We like to play different games. Так, мы любим играть в разные игры. Давайте допишем. Ладно. Together. Вместе. And go to the cinema. И ходить в кинотеатр. Все. Думаю, хватит. Номер два. What your school building is like? What you have in your school? Как выглядит... Опять like, видите? Как выглядит ваше здание школы? Что есть в вашей школе? Хм... Так. My school building is rather old. Пусть так. В основном это так. Моё здание школы довольно старое. It has three floors. Она имеет три этажа. There are... Так. There are... Ten classrooms. Так. Вот тут надо посчитать. Сколько примерно в средней школе у нас классов на этаже? Где-то... Ну, десять, наверное, да? Пусть оставим. Ладно. There are ten classrooms on each floor. Не влезли. На каждом этаже десять классов. Так. Что ещё можно про неё сказать? There is a nice sports ground and a small garden near my school. Ну, вот это ещё... Ладно, пусть будет. Возле моей школы красивая спортивная площадка и маленький сад. Допустим, да? То есть всякие цветы бывают, высаживают. Ну, смотрите. То есть если у вас там вдруг бассейн вообще крытый, то есть, конечно, это всё нужно выразить. Ваш учитель уж точно знает, что у вас там в школе находится. Так. Номер три. What subjects you do at school? Which of them you like and why? Какие предметы у вас в школе? Какие из них тебе нравятся и почему? Поехали. Так. We do. Хотя вот, да, это именно для седьмого класса непонятно. Или в целом для всех. Ну, давайте как для седьмого. We do. Ой, а я в седьмом не очень. У вас уже алгебра, геометрия разделилась, да, вроде бы? Так, давайте, ладно, отдельно пишем. Алгебра. Geometry. Если что, можно, конечно, mathematics, да, как в старину вы писали. Но, по-моему, у вас идёт именно уже разделение, поэтому я на всякий случай. Алгебра, geometry. Затем Russian. Русский. Так. History. История. Возможно, что-то забуду. Вы там, если что, потом в комментах напомните. Ну, или так. Сами допишите. Так. История у вас точная. Biology. Биология. Geography. География. Так. Physics, кстати. У вас же физика, по-моему, с этого года. Physics. Ой. Ой-ой-ой-ой. Так. Что ещё? Ещё. Ещё. Так, сейчас буду вспоминать. History. Ну, давайте literature. Литература. Отдельно мы её запишем. Затем physical education. Что означает физра. Art. Вот это я не уверена, если у вас до сих пор рисование. На технологии я не уверена, но на всякий случай давайте вспомним. Это слово handicraft. На всякий случай пусть будет. And handicraft. Номер четыре. What your typical day at school is like? Какой твой типичный день в школе? То есть на что он похож? Ну, какой он, да? Лучше даже пересечь какой. То есть здесь нужно рассказать, как у вас, не знаю, уроки происходят, во сколько приходите. I usually come to school at, well, at eight o'clock. Ну, допустим, да? То есть вы корректируете под себя. Ещё раз говорю, ваш учитель знает, когда вы приходите, когда у вас уроки начинаются. I usually come to school at eight o'clock. My lessons begin... Давайте так. My first lesson, мой первый урок. Тогда он один. И тогда глаголу S нам нужно добавить. Lesson begins at eight thirty. Ну, это, если что, полностью называем так. Так, at half past eight. I usually have six... Тут мы чуть-чуть повторимся, да, с тем, что было. Or seven lessons a day. Так, надо же про перерывы, наверное, сказать, да, или не надо. А, не надо, зачем оно нам надо. Так, первый урок начинается в восемь тридцать. Я обычно имею шесть или семь уроков за день. I go home at two p.m. И я иду домой в два часа. Хотите, в три делайте и так далее. То есть это примерно то, что можно здесь указать. Хотите, конечно, тут всё меняйте под свой школьный день. Ну, тут и так мы много написали, я думаю, хватит. И последний. Ура! Whether you like your school and what makes you like or dislike it. Нравится ли тебе твоя школа и что заставляет тебя её любить или не любить? Я уже говорила, я в позитивном ключе пишу, поэтому пишу, чтобы, конечно, всё нравится. As for me, что касается меня. I like my school. А вот я говорю, проблема, почему? Because, ладно, давайте сразу. Because, well, there are, there are very kind, очень добрые teachers, давайте так. Very kind teachers at our school. Потому что в нашей школе очень добрые учителя. Besides, our school building is very well. Кроме того, наше здание школы очень, давайте, красивое. It's very nice. And our classrooms are very cozy and comfortable. А наши классы очень уютные и удобные. Так, ну, если что, пишите всё наоборот. И ещё раз говорю, задание творческое зависело от того, как вы относитесь к определённым моментам, касаемых вашей школы. И вы также здесь описывали кое-какие факты из жизни вашей школы. Поэтому смотрите, чтобы не списывайте всё подряд. Тут нужно именно думать и писать про вашу школу, про ваши уроки. Иначе учитель, конечно, заметит, что у вас списан материал.